Всем привет! Сегодня у нас марафон желаний и мы будем мечтать о счастливой и богатой жизни. Марафон желаний продают многие блогеры в инстаграм. Сегодня мы поговорим про Елену Блиновскую. У нее почти 2 миллиона подписчиков и в шапке написано, что с ней исполняются мечты. Елена родилась в 1981 году. Девушка окончила Ярославский государственный университет по специальности экономика. Из интересного. Елена пишет, что победила в конкурсе Миссис Россия в 2016 году. При проверке оказывается, что это какой-то непонятный конкурс Миссис Россия Интернешнл. И в год, когда Блиновская в нем участвовала, жюри пошли на странный шаг и выбрали сразу двух победительниц. Одной из них оказалась Елена. Основным продуктом Елены Блиновской является марафон желаний. Но после прохождения марафона желаний вам предложат еще продвинутый марафон желаний, финансовый марафон. И следующий этап для тех, кто прошел все три марафона. Как-то Елена говорила, что кто пройдет у нее все курсы, тот не будет болеть раком. На марафон Блиновской отзывы в интернете полярные, либо восторженные, либо резко негативные. Марафон желаний проходит в мессенджере, либо телеграм, либо ватсап. Вы должны слушать короткие голосовые сообщения от Елены и выполнять задания. Я не понимаю, почему Елена с ее большими заработками не может сделать нормальный марафон, а не отправлять вам голосовые ватсап. Елена проводит свой марафон желаний каждый месяц на протяжении уже нескольких лет. Есть бесплатная неделя. На самом интересном месте она обрывается. И вам предлагают оплатить курс, сделав перевод на карту Елены. По отзывам людей, все самое интересное Блиновская дает в эту бесплатную неделю. И если тема желаний вас заинтересует, вы можете затем сами бесплатно поискать информацию в интернете. Если вы все-таки решите оплатить марафон, вам еще около двух недель будут присылать голосовые сообщения ватсап и все. Обратная связь в марафоне с майликами. Если хотите получить развернутый ответ, вам сразу говорят, что вы купили не индивидуальный коучинг. Необходимо выполнять домашние задания, иначе вас исключат. При этом ваши домашние задания практически никто не смотрит. Люди говорят, что отправляли заведомо неправильные ответы и получали похвалу от Елены. Одно из первых заданий в марафоне – убраться в квартире. Это советы из книги «Магическая уборка», о которой мы уже говорили. У психологов расхламление связано с тем, что ты берешь ответственность за пространство вокруг себя и, соответственно, за свои дела. Еще в марафоне нужно загадать желание и отпустить воздушный шарик в небо. И ждать, когда оно исполнится. Вообще, курс Елены мне показался составленным из нескольких книг и курсов. Я могу предположить источники, которыми вдохновлялась Блиновская. Лена называет себя ученицей мировых экспертов по личностному росту – Энтони Робинса, Джона Кеха и других. Тут главное, чтобы эти коучи знали, что Елена является их ученицей. Ведь если ты прочитал чью-то книгу, не совсем корректно называть себя учеником данного автора. Тони Робинс – это самый известный в мире оратор-вдохновитель. На него тоже есть негативные отзывы, что ничего, кроме мотивации, Тони не дает. Но Робинс вам говорит действовать, работать, работать и еще раз работать. Елена Блиновская же больше пропагандирует волшебство, нумерологию и прочие странные вещи. Например, Елена ссылается на ученого, который изучал влияние мыслей на молекулу ДНК. Об этом подробнее рассказал канал ДОК, я ссылку оставлю в описании. В марафоне желаний Елена Блиновская очень долго рассказывает про свою богатую жизнь. И где-то через 15-20 таких голосовых сообщений Елена говорит, а сейчас будет медитация Энтони Робинса. Он дает ее на своих дорогих коучингах, вы там никогда не побываете, поэтому послушайте ее хотя бы от меня. И затем идет медитация Робинса голосом Елены. Что-то вроде «поищите, где у себя в организме вы спрятали свою боль и подумайте, что эта боль сделает с вами через 20 лет». И вот эта медитация Робинса – это хоть что-то интересное в курсе от Елены. Мне формат курса в виде голосовых сообщений не очень понравился, быстро стало скучно. Непонятно, зачем Елена иногда дробит одну мысль на несколько голосовых сообщений. Мое мнение, что этот марафон записан очень давно, а Елена к каждому новому потоку перезаписывает только первое и последнее голосовое сообщение, где говорится про конкретные даты данного потока. И чтобы не перезаписывать и не перемонтировать весь курс, решили сделать его состоящим из маленьких кусочков. Задания, связанные с психологией человека, Елена, я напомню, по образованию экономист. Некоторые задания забавные. Например, найдите в доме два предмета, один из них характеризует вас сейчас, а другой в будущем. То есть монотонное повествование Елены о ее богатой жизни иногда прерывается чем-то интересным. Бесплатная часть марафона включает в себя следующие задания. Выкинуть мусор, сформулировать желания, выяснить страхи, составить список негативных убеждений. На этом бесплатная часть марафона заканчивается, а с бесплатной частью заканчивается все полезное в марафоне. Платная часть включает в себя работу над негативными убеждениями, составление списка альтернативных желаний, прописывание шагов к желаниям. На свой день рождения каждый год Елена выкладывает в сторис номер своей карты Сбербанк и просит подписчиков переводить ей деньги. Якобы астролог ей высчитал время, когда у нее энергия преобразуется в денежную. И Елена так встречает салар. Это транзитная карта, зафиксированная на момент возвращения солнца в свое натуральное положение с учетом координат. Если честно, я даже примерно не понимаю, что это значит. Я не психолог, я погуглил тему загадывания желаний и вот что нашел. Формально ты формируешь и записываешь цель, начинаешь на ней концентрироваться. Невольно замечаешь детали, которые связаны с этой целью. Далее успех от того, что ты вообще начал что-то делать в сторону мечты, действует как поощрение и мотивация. Отсюда и все эти идеи. Пошли во вселенную запрос и тебя услышат. Но вы сами делаете свои мечты реальностью, а не вселенная. Для того, чтобы что-то получилось, нужно что-то делать. Странно, почему до многих людей это доходит только за деньги. Люди мечтают с детства о цветике-семицветике или волшебной палочке. Сегодня все эти модные веяния, визуализируй, афирмируй, это все про что? Это про какое-то детское отношение к жизни, когда вы ждете, что добрый волшебник придет и все вам сделает. Формально сама Блиновская, желая денег и славы, она не сидела и афирмировала, а она своими руками сделала марафон. Аналогично работают и карты желаний. Хотите вы, например, иметь кухню в зеленых тонах? Врезайте картинку из журнала, оформляйте карту. Когда наступит время ремонта, вы берете, естественно, зеленый цвет мебели. Это магия? Нет. При этом, я думаю, вы и так знаете, что надо четко понимать, чего вы хотите, иногда выкидывать старые вещи и не лежать на диване, а что-то делать. Елена Блиновская подхватила современный тренд на позитивное мышление, но добавила туда мистицизма. У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. Людям необходимо объяснить разницу между мечтами и фантазиями. Мечта – это вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов и направленный на будущую деятельность. Фантазия – это ситуация, представляемая людьми, не соответствующая реальности, но выражающая их желания. Формально фантазия – это импровизация на свободную тему. Нафантазировать можно все, что угодно, и так и продолжать жить среди фантазий. В целом, в марафоне Блиновской есть правильный посыл – можно осуществлять свои самые смелые цели. Но Елена Блиновская – это Тони Робинс российского разлива. Ее марафон – это мешанина из психологических и мистических практик, доведенных до абсурда. Например, она берет технику, урезает ее на 90%, а потом заявляет, что это лучшее, что видел мир. Не так давно Блиновская собрала «Крокус Сити Холл». Теперь это новая цель у многих продавцов курсов из Инстаграма. «Крокус» уже собирала Инстаграм-врач Зубарева. На живое выступление Блиновской в «Крокусе» было также много плохих отзывов, которые быстро удалялись из Инстаграма. Люди писали, что выступление оказалось бессвязным набором слов, и непонятно, что Блиновская хотела этим сказать. Еще Елена – постоянный участник всех крупных гивов в Инстаграм, и свежего гив Максима Галкина. Отсюда, собственно, и миллионы подписчиков у Блиновской. Елена ведет очень богатую жизнь, летает на частных самолетах, на свой день рождения заказывает Ксению Собчак в роли ведущей. Мне такое богатство на показ очень быстро наскучило. Возможно, Елена это делает специально, чтобы отсеивать от себя адекватных людей. Вывод о марафоне Блиновской. Вдохновилась чужими цитатами, перемешала их с рассказами о своей лакшери жизни. Если у вас мечты сбываются, то спасибо только Лене, а если не сбываются, то вы сами виноваты. Подписывайтесь на канал. Всем пока!